такой мини зимовничек вот так вот у меня отводок зимует канди лежит с осени отводок самое интересное то опускается вниз периодически то поднимается к верхним рамкам не знаю но сидят сидят я как бы их вот так вот и не трогаю шибко здесь тоже у меня такой отводок вот он там на рамочках сидит видно вот тоже иногда поднимается видать покушает опускается от ребят не знаю честно канди тоже это лежит с осени с ноября месяца у меня более активные ударил случайно поэтому по улику забегали так в принципе уже одну лепешку сели вот я ему положил но здесь есть небольшой минус хотя на улице уже небольшой плюс это наверное преимущество омшанников что они сглаживают перепады друзья все зимуют по-разному зима у нас продолжается но эта неделя будет с оттепелями до плюс трех а возможно даже будет и для побольше температурка потому что я обращал внимание что показывают по прогнозу там 1 плюс 1 как правило бывает 2 а в машине даже порой показывает и 3 градуса не могу камеру развернуть в обратную сторону вот написал вчера товарищ по моему из украины что номер плюс 380 одна рамка осталась пчелы и что делать ну я ему посоветовал а если у тебя есть более сильные семьи но возьми по рамочке соедини добавь вот он сказал что сегодня буду делать ну я ему сказал при этом самое главное не донести вред тем сильным семьям от которых ты будешь забирать эти рамочки почему потому что спасая слабыша который может быть нам и не принесет никакой пользы весной мы можем сделать большой непоправимый вред сильным семьям а у него помимо этого отводка еще две семьи по 4 рамки вот но сегодня сказал я смотрю я вчера сам столкнулся с такой бедой у меня был отводок а этот отводок вы помните ходился в улей под номером 25 и там матка была на эту семью постоянно были напады вот мне пришлось этот отводочек увести на дом где я живу он у меня до холодов простоял когда напады прекратились я значит что сделал я его привез обратно на пасеку а потом почему-то он опустился ну вернее правильно он опустился вниз под брусок мне показалось что он слабый и я его решился и соединить или не соединить сделать два вот вот отводка в одном и поставил там все вроде бы нормально потом посмотрел отводок оказался не такой слабый то сделано то сделано как бы бросил я им туда немного канди ну и забыл и последний раз когда считал у ли я в уле говорю вот в этому ли два отводка ну а потом просматривая семьи я посмотрел что-то удивительно было там на трех-четырех рамках до остались и лезут почему-то они на общую стенку как будто бы замерзают я когда снял пленочку посмотрел вовнутрь а там реально осталась одна рамка с пчелой и маточка есть ну что сделать что сделать дать ему погибнуть или объединить с тем отводкам который там но потеряешь матку я уже с одним отводкам так поступал я добавлял рамочку этому отводку покажет тот отводок живет я там номер улья называл ну а с этим отводкам я думаю надо повторить то же самое и перенести его в отдельный уль в тот улья в котором он был что я сейчас там сделал я положил сюда теплую горячую грелку температуры порядка 80 90 градусов и прогреваю заставные прогреваю улей для того чтобы через какое-то время я уберу грелочку в сторону вот сюда в теплую согретую ли буду ставить рамки пока ули согревается ветер сегодня хоть и плюс 2 но с ветерком это не есть хорошо поэтому пока согревается у меня улей мне нужно определить две семьи сильные вот но самое главное мне необходимо найти семьи где еще они спокойные где они не поднялись на верхний брусок почему ну почему легко соединяются семьи весной ранней весной до того как матка еще начинает активно сеять потому что матка сидит на одной улочке а мы с вами знаем что свита с маткой ходит только по улочке передает и пчелки передают запах ну своей семьи как раз вот с этой улочки они передают остальным пчелам матка перешла на другую улочку свита формируется новая так как сейчас зима и у нас получается что матка фактически сидит в одном месте то крайние рамки они вообще сейчас и не имеют своего запаха и поэтому для них что в одном ули зимовать что в другом на мой взгляд по барабану вот поэтому сейчас я найду две семьи где можно взять более-менее хорошие рамки и сначала я поставлю сильные рамки относительно сильные рамки в это гнездо и снимать буду уже по факту потому что носить показывать на ветре на холоде не хочется вот это вот семья относительно зимует еще спокойно здесь я думаю вот эту крайнюю рамочку можно взять достаточно потому что они сидят на всех рамках а здесь их 6-8 рамок ну и вот это оставшаяся даже не рамочка горсть пчелы которую я хочу спасти ну вот так вот соединил я этот отводочек ветер дует там я оставляю пока грелку накрываю холстиком и даю улю немножко нагреться для того чтобы челки могли переформатироваться маточка у меня вот на этой рамке осталось а челки вроде бы как пошли сейчас надо все поправить укутать и смотреть результат пока сейчас у нас происходит такой нагрев небольшой в клубе за счет грелки кстати способ подогрева улья грелкой и бутылкой я взял тоже здесь а у одного из своих подписчиков посоветовали мне и мне это очень пригодилось я использовал это в том году я ни разу не использовал но вот в этом году как видите пригодилось вот ну давайте пока наверное может быть глянем сюда может быть пора уже до старые следы оппонашивания видно пчелки вылетают но здесь семья еще пока сидит сидит у передней стенки дошли до середины до от передней стеночки отрываются немного этой семье я еще не ложил ни канди и не мед ничего ну все семьи разные по своему развитию хочу ответить тем товарищам которые сейчас скажут серега ты залез клуб ты разрушил среду внутри клуба значит ребята что хочу вам сказать пчелы концентрацию углекислый газ кислород в течение там получаса это все контр восстанавливают сейчас моя задача дать туда относительное тепло во внутрь для того чтобы пчелы переформатировали свое состояние перешли ближе к матке сформировали тот клуб который поможет этому отводку вернее этой матки встретить весну почему ну знаете весной маток не хватает весной матку нигде не купишь вот и поэтому если уже совсем ну хана отводку может быть не стоит его спасать да вот ну а в этом случае я подумал что ну матка молодая возможно она еще послужит меня возможно она ну будем следить за этой семьей будем следить потому что знаете что я хочу сказать что если мы руками своими что-то делать не будем вот такие вещи я в этом году делаю впервые то есть усиливаю слабые отводки рамками от сильных семей раньше я этого не делал но у меня не было таких отвод в этом году зимую так вот поэтому выполняя поставленную задачу перед собой вот я пытаюсь а вот вникнуть тем советом которые мне давали попробовать их применить показать как я это делаю добавив что-то свое но результат посмотрим вот поэтому сейчас я пойду посмотрю что у меня с семейкой этой но прошло время прошло время посмотрим как они себя чувствуют да ну здесь они все на рамках сконцентрируются сейчас я думаю я буду уже грелку забирать стало так тепло что пчелки даже грелки пошли туда погреться надо убрать ее для того чтобы клуб медленно снизил температура в семье медленно опустилась ох как тепло там вот медленно опустилась и вот грелка у меня в руках какое-то понадобилось небольшое время для того чтобы провести эту работу надо ли это делать нет ну я в ваших комментариях хочу услышать кто-то это применял этот метод кому-то он не нужен вот ну владимир жуков он зимой такие работы делает да у нас уже ну что 7 февраля сегодня сейчас посмотрим какая температура вы не соврал температура положительная порядка полутора двух градусов вот единственное что мешает ветерок ну все друзья спасибо всем за последний стрим очень был активный вот спасибо всем кто желает добра мира вот давайте любить друг друга уважать с вами ваш сергей лукинцов